Продолжение следует... Короче, я по пожару, друзья, мне все родственники пишут, звонят. Такое вот у меня... Такое, вернее, хозяйство. Или как это хозяйство, наверное, у меня в штанах. Такое вот у меня... Мой замок, скажем так. Тюрьма моя, наверное, больше, чем замок. Так, а, кстати, вот здесь простыня такая лежит, рваная. Как и в приходе я ее разорвал. Вон, можете, да, наблюдать, видеть, видно всем. Здесь я разуваюсь, как бы, вон мои тапочки снимаю. Тут свои штаны его... Такой вот гадостью. В принципе, внутри я воду уже допил. Вода. Такой пакет. Тут моя паста, кстати. Такая вот лесной бальзам. Я за отечественного, за отечественного, друзья, производителя не уговариваю. Здесь я мою руки, ноги по возможности, что получится, то и помою, чтобы ноги не воняли. И руки с улицы. Поскольку сейчас коронавирус, друзья, гуляют, поэтому приходится как-то приспосабливаться в сложившейся нелегкой ситуации в моей жизни. Трудной, скажем так, наверное, больше подходит словом. Ну, в принципе, сами видите, у меня такое крыша над головой есть. И слава богу, я с началом спать. Вот. Но у меня нету... Вернее, у меня есть регистрация, она уже кончается. У меня нету прописки вообще никакой. Поэтому с работой куда-то устраиваться. Сейчас у меня карта, все арестованы, приступы судебные, все счета мои. Загнали минус. Карты все арестовали, заморозили, скажем так, заблокировали. Так, давайте открою рюкзак. Так, ну вот я взял воды. Взял воды. Так, это мыть руки, мыть ноги. Может попить там, когда. Хотя я люблю газировку. Но у меня, кстати, вот, кстати, такой вот рулетик. Видите, все, да, красная цена. Со сущенкой, друзья. Крутой. Потом вот такой вот йогурт. Станция молочная. Ряженка, вернее. 3,2 жирности. Короче, друзья, почему я еще, кстати, вот, все забываю сказать, что я недавно был в больнице, у врачей обследовался. До конца у меня вырос, что-то, мне, похоже, мне кажется, что-то онкология. Я уже всех врачей делил, но врачи, видите, такая вот, типа, анализы, вот, записался в терапевту. Но, вы сами понимаете, живем в России, чтобы попасть в врачу, надо ждать две недели. Эта мысль вообще никаких нет. Сегодня утро такое, не особо. У меня вдохновение есть снимать для вас ролик, но надо что-то поснимать, выложить. Вот, чтобы вы не думали, что я куда-то пропал или про вас забыл. Забил на вас? Нет, друзья, на вас не забил. Я вас всех очень люблю. Пусть вас пока немного, у меня подписчики тут на канале, но все равно, если даже у меня и онкология, и если вдруг меня не станет, эти ролики, они, друзья, останутся для вас. Вот, и думаю, вы будете останутся в вашей памяти, хоть как-то памяти своих родственников, которых так много осталось, и, наверное, близких друзей, которых тоже совсем не было. Привет, друзья, ну вот я и пришел домой с магаза. Вот ключики, наконец, я электронные получил. И вода. Такая вот вода. Сососова. Не буду я показывать маслу воды, наверное. А может, не знаю, может показать. Ванильная. Ну, как вы по прошлому видео могли наблюдать, у меня, кстати, вот рюкзак, рюкзаки я откопал. В свой старый рюкзак я когда-то фотографией занимался. У меня вот такой крутой рюкзак остался, который я не успел продать. Решил его оставить до лучших времен, когда возьму себе другую камеру, друзья, и буду снимать для вас фотографии. Сейчас даже узким вам покажу. В принципе, так я живу. Вот это моя раскладушка. Все помнят, фирменная. Вот это вот подушка. Просто мне нет. Короче, я бомжар, друзья. Мне все родственники пишут, звонят, приезжал. Тетя Гостя, она говорит, ты как домш, выкладываешь видосики свои бомжатские, выкладывай что-то хорошее, красивое. Друзья, если у меня пока в жизни ничего хорошего, красивого не происходит, я думаю, что и видосики я буду пока выкладывать такие. Ну, параллельно я короткими видео увлекся. YouTube Shorts, если правильно говорить. И даже мыслей никаких нет. Ну, по возможности, там что-то сниму, каких-то там уточек на озере. Там вот недавно на Красной площади был, тоже поснимал солдата вечного огня. А так, в принципе, у меня ничего нового не происходит, пока ничего хорошего. Вот это вот моя квартира, которую я еще не успел, вернее, забил уже как лет 5. 6-й год пошел, как я здесь ремонтом не занимаюсь, потому что мне документы не дают. И это в другом видосике, друзья, вам рассказывал. Гадастровый номер никак не могут. Оказывается, он даже дома еще не присвоен. Квартира, тем более, поэтому я буду через суд. Сейчас нанял юриста грамотного, и вот через суд все это решается. Потом, наверное, буду продажей квартиры этой заниматься, потому что на ремонт я не потяну по деньгам. Где-то грамма полтора, не озвучили ремонт. Просто мне копить лет 10 такие деньги, поэтому мне проще или какое-то жилье уже вторичку взять. Поскольку я на новостройке здесь брал новостройку, сами можете наблюдать. Вот. Раслину куртку, у меня что-то жарковато. Сниму рюкзак. Затекла рука. Держать телефон. Я на телефон снимаю, друзья. Как вы все помните, я часто об этом говорю, что у меня пока нет камеры профессиональной, я снимаю на телефон. Вот, кстати, рюкзак. Сейчас я вам покажу. Такой, друзья, рюкзак, фирменный мой. Там темно, не видно. Вот такой вот рюкзак, друзья. Видите, даже фирма. Сейчас сфокусирую. Здесь автофокусировки нет. Видите? Кейс лоджик. Дорогой портфель. Рюкзак, не знаю, как его позвать. Сумка дорожная для фотооборудования. Десятку отдавал я. Десять рублей с четырьмя нолями. Десять тысяч российских деревянных. Ну, вот, в принципе, такое вот у меня такое, вернее, хозяйство. Или как это? Хозяйство, наверное, у меня в штанах. Такое вот у меня мой замок, скажем так. Тюрьма моя, наверное, больше, чем замок. Видите, да? Так, ниже не буду я. Там у меня бутылочки всякие стоят. Думаю, вам-то не обязательно видеть. Вот здесь, в принципе, я впитаюсь вот так вот в Макдаке. Видите, да? Пакетик с Макдональдса. Ну, вот вода, в принципе, я ее засветил. Ладно. Покажу. Вот это вот ключики. И, наконец-то, я забрал, нашел. Я где-то полгода не мог найти и офис, где выдают ключи. То и дело, то в доме сначала компания управляющая выдавала. Потом перенесли в офис. Другое здание, это здание не мог найти месяцев пять. Вот нашел. Наконец-то я могу попасть в подъезд без проблем. Так, ну, в принципе, так, давайте посмотрим, что бы я сегодня на завтрак взял. Так, а, кстати, вот здесь простыня такая лежит, рваная. Как и при входе я ее разорвал. Вон, можете, да, наблюдать. Видите, видно всем. Здесь я разуваюсь, как бы, вон, мои тапочки снимаю. Тут свои штаны и обувь, чтобы, тут, видите, все в грязи, в пыли, в цементе. Поэтому, чтобы не перепачкать одежду. И так, вон, оттираюсь. Не знаю, видно, нет, не очень видно. Я уже потер. Но вот немного видно, думаю, вам, друзья. Так, друзья, я вам про бутылочки сказал, да, то, что вам не обязательно видеть. Это потому, что я, как вы заметили, кстати, туалета у меня нет. Поэтому мне приходится как-то свою нужду справлять в бутылочках. Смешно, наверное, сказал. Бутылочки всякие из-под воды. Я не бухаю, а то вы подумаете, бухарь какой-то, вот. И поэтому не хочет показывать, что у него там стоит, что он пил с алкоголем. Нет, друзья, я не пью. Да, я вообще никогда так особо не пил. Выпиваю, наверное, все нормальные мужики. Но не бухаю, друзья. Вот это вот здесь туалет должен был быть, ванная. Думаю, вам видно. Счетчики стоят на обуви. Все запланированное, не тронутое. Рассказал вам я, что Макдональдс я, на самом деле, за здоровый образ жизни. Но, как видите, здесь это кухня, здесь плиты нет. Ничего нет. Поэтому мне приходится набивать себе желудок. Вот. Такой вот гадостью. В принципе, внутри я воду уже допил. Вода. Такой пакет. Тут моя паста, кстати. Такая вот лесной бальзам. Я за отечественного, за отечественного, друзья, производителя не уговариваю. Извиняюсь. Так. Ну, это я, у меня, типа, как жидкое мыло. Туалетка. Как все могли заметить. Ну, это вода. Видите? Обычная дешевая, красная цена. Это мыть руки. Там ноги помыть. Тазик. Такой вот. С водой. Здесь я мою руки, ноги. По возможности, что получится, то и помою. Чтоб ноги не воняли. И руки с улицы. Поскольку сейчас коронавирус, друзья, гуляют. Поэтому приходится как-то приспосабливаться в сложившейся нелегкой ситуации в моей жизни. Трудной, скажем так, наверное, больше подходит слову. Но давайте мы с вами посмотрим, что у меня завтра сегодня все взял. Кстати, у меня я потом вам обязательно расскажу в другом ролике, как вообще выживать в Москве, если так оказался. Ну, жилье, в принципе, сами видите, у меня такое крыша над головой есть. И слава богу, есть на чем спать. Вот. Но у меня нету... Вернее, у меня есть регистрация, она уже кончается, у меня нету прописки вообще никакой. Поэтому с работой куда-то устраивался. У меня карты все арестованы, приступы судебные, все счета мои загнали в минус, карты все арестовали, заморозили, скажем так, заблокировали. У меня до сихи было много карт, по-моему, два, пять, и, короче, все они, короче, хорошо у нас работает государство, так вам скажу я. и поэтому приходится как-то выживать, наличку какую-то, где-то платят. Вот. В основном это стройка. Так, ну давайте посмотрим, что я отвлекся совсем. Так, давайте откроем рюкзак. Так, ну вот я взял воды, взял воды. Так, это мыть руки, мыть ноги, может попить там когда, хотя я люблю газировку, но у меня, кстати, вот, кстати, вот такой вот рулетик, видите, все, да, красная цена, со сущенкой, друзья, крутой. Потом вот такой вот йогурт, станция молочная, ряженки, вернее. 3,2 жирности, сурские соседи ругаются. кричат, кричат, кричат. Ну ладно, мы с вами не будем подслушивать, это нехорошо. Туалетка вот еще взял немножко другую, подороже, мягкий знак. Вот, поэтому не будем друзья заострять внимание особо, видите. Я немного чего взял, поскольку у меня денег совсем немного осталось, у меня осталось тысяча рублей, какая-то там мелочок, тысяча российских деревянных рублей. Это мне надо рассчитать их на дорогу, или что-то покушать, купить. Пока я мелочи, видите, вся посыпалась. Пока я найду работу, какую-то подработку, вернее, запишусь там, подъеду, отработаю, и мне заплатят налички. Короче, друзья, почему я еще, кстати, все забываю сказать, что я недавно когда был в больнице, у врачей обследовался, до конца у меня горло что-то. Мне похоже, мне кажется, что это онкология. Я уже всех врачей делил, но врачей, видите, такая у меня типа анализа я сдал, записался в терапевту, но, вы сами понимаете, живем в России, что попасть в врачу надо ждать две недели. Но в Москву я приеду уже как-то месяц, чуть меньше 25 дней, и из них я только два раза, нет, я раз в терапевту попал, и вот все остальные раз в пять я сходил по направлению. Вот я взял талончик, и мне еще осталось 10 дней. Сегодня у нас, нет, друзья, было 9 дней, у нас 28 марта. с 7 апреля мне идти к дежурному терапевту по поликлинике, я такой прикреплен, раньше в Зеленограге жил, там прикреплен в поликлинике, друзья, идти, чтобы мне посмотрели мои анализы, она посмотрит и скажет вообще, долго у меня осталось жить или нет, шучу, конечно, надеюсь, долго. еще для вас поснимаю интересных роликов про онкологию, почему я начал, потому что у меня будет на горле, помните, да, все, я думал, что у меня солдняк, мне сделали прививки, экстренную вакцинацию, от бешенства курс прививок прошел, но к кому горлю у меня этот не проходит. Потом я у себя, друзья, на горле обнаружил пятно рядом с гандами, язва, как же ее называют, не тропическое, а, друзья, отправьте меня в комментариях. Короче, пятно, нашел пятно у себя на горле, так сказать, на шее, слава богу, пока нет, и посмотрел в интернете, сейчас, в принципе, не надо иметь медицинское образование, чтобы все диагнозы поставили для этого в интернет, зашел, почитал, и там написано было, что даже фотография, друзья, кстати, была, когда я увидел фотографию, у меня реально подкосились ноги, ну, меня понимаете, всем жить хочется, вот, и когда ты видишь фотографию, точь-точь, как у тебя в горле, такое же пятно, вот, и написано, что это первая стадия рака горла, друзья, я курю уже 20 лет почти, пытаюсь бросить, но пока никак не получается, а тогда я все-таки попытаюсь это сделать окончательно, я, естественно, поснимаю для вас видосик, как с этой пагубной привычки распрощаться, друзья, пусть не навсегда, но на долгое время, вот, что-то мысли вообще никаких нет, сегодня утро такое, не особо, у меня вдохновение есть, снимать для вас ролик, но, надо что-то поснимать, выложить, вот, чтобы вы не думали, что я бы пропал, или про вас забыл, забил на вас, нет, друзья, на вас не забил, я вас всех очень люблю, пусть вас пока не много, у меня подписчики на канале, но все равно, если даже у меня и онкология, и если вдруг меня не станет, эти ролики, они, друзья, останутся для вас, вот, и думаю, вы будете, останусь в вашей памяти, хоть как-то, памяти своих родственников, которых не так много осталось, и, наверное, близких друзей, которых тоже совсем немного, видите, у меня горло садится, у меня этот ком уже 5 месяцев не проходит, мне врач, он выписывал кучу лекарств, я это лекарство, немного легче стало, но, на поправку, друзья, окончательно, я, видимо, не пошел, видимо, не знаю, мне надо делать, мне делали гастроскопию, делали УЗИ-чатавитки, делали рентген, легкие, грудные клетки, вот, я пошел второй раз и говорю, сделайте мне, чуть-чуть, сегодня у меня из головы вылетает, короче, трубка такая, в нос, с уютностью, с лампочкой, типа, как гастроскопия, только это через нос смотрит голосовую щель, но у меня, понятие, думаю, если кто-то из вас смотрит, кто в медицине работает, может, с медообразованием, а может, люди сами это прошли, обычные люди, эту процедуру, то вы поймете, о чем я говорю, но, мне в поликлинике отказали в этой процедуре, сказали, только в платной клинике, идите, платите деньги и делайте, вот, и я, друзья, нашел пару клиник и пойду делать, пойду, вернее, проверять свою гортань, носовые каналы тоже посмотрят, поэтому так, друзья, я вспомнил, эндоскопия, лариноскопия, как правильно, поправьте меня в комментариях, если кто-то из вас есть, вернее, смотрите этот ролик с медицинским образованием, если вы работник, метод учреждения, или вы сами прошли эту процедуру, напишите вообще, как это больно, это не больно, терпимо, я читал в интернете, что это совсем не больно, но даже бывает, делают анестезию местную, но не наркоз, а анестезию, поэтому, друзья, будем надеяться, конечно, на лучшее, и хотелось бы мне снимать следующие свои видосики для вас с какой-нибудь больницы, с анкоклиники какой-нибудь, давайте, дерево нет, по башке, по своей постучу, по пустой, по деревянной, вот, поэтому, друзья, не то, что я, мне, наверное, в жизни терять особо-то уже нечего, просто хочется, наверное, все-таки еще пожить и что-то в этой жизни успеть, чего я не успел, как, наверное, многим, у кого, например, сейчас этот диагноз подтвержден, онкология, надеюсь, меня пронесет, и это, как мне сказал обычный лор, что это у меня просто из-за моих плохих зубов, которые надо дергать, какие-то надо делать, чинить, вот, и у меня молочился еще в организме, ослабленный иммунитет, вот, кстати, кровь еще сдал все анализы, вот, все, что можно было, сдал, вот, кроме ларингоскопии. Кстати, не забываем ставить лайки, комментарии обязательно, вот, мне очень будет приятно, кстати, друзья, если вы лайк авансом поставите, даже на другие мои видосики, которые вы еще не успели посмотреть, или я их только выложу еще, которые сам не успел снять, вернее, давайте думать о будущем, вот, хотя я живу одним днем, но, надеюсь, все-таки на светлое будущее, поэтому ставим лайки, комментарии, и не забываем подписываться на канал, на мой канал, вернее, на наш с вами, а канал называется Друзья Жека.